Под покровом ночи в лесной глуши раздается камлание тувинского шамана. Этот особый обряд называется Сан Салыр. На самой высокой точке люди разжигают жертвенный костер и под равномерные удары бубна просят духов о благополучии в наступающем году. Таким образом в Екатеринбурге отмечают Шагаа. Тувинский Новый год по лунно-солнечному календарю. Важным атрибутом праздника является национальная еда. Почетное место на столе отводится баранине. Готовить мясо нужно по-особенному. Считается, что это честь для души, для животного оказаться на таком праздничном большом празднике и еще быть как подношением. Лунный Новый год этой ночью встречают не только тувинцы, но и сверловчане. Они с удовольствием проходят все обряды. Перед тем, как сесть за стол, каждый гость берет три ленточки. Нужно плести тугую косичку и в этот момент проговаривать про себя все желания и все мечты, которые вы хотите, чтобы сбылись на будущий год. Косичку опускаем в молоко с можжевельником. Этот раствор заранее заговорил шаман, после чего обращаемся к семенам счастья. И здесь важно определенное количество зерен, лобовых, пшеницы. Аккуратно укладываем наши семена в мешочек и закрепляем ниткой. В ночь шага этот оберег нужно носить на руке, а после в течение года хранить дома. По словам шамана, если все сделать правильно, мечты исполнятся. Через огонь мы общаемся с духами, чтобы они на нас не злились, не стертились, и чтобы нас защитили и дали силу. Чтобы задобрить духов, в огонь кладут ритуальную белую пищу и самые лакомые кусочки. Сладости, топленое маслом, молоко. При этом ритуальный костер нужно обойти три раза. Мне все время хотелось танцевать, потому что я такой человек, что я не могу стоять перед этим. Прямо хочется следовать этому всему. Это вот что-то такое древнее, природное. Крова с костра упали ровно на север. По словам шамана, это очень хороший знак. Всем, кто стоял вокруг, дано благословение на будущий год. Софья Чугайнова, Сергей Чайков, События ОТВ.